Фуанчжоу с самим Филиппом Киркором. Только твое, а вот и види. Только твое желание делать всегда что-то новое, что-то первое, могло всех этих людей объединить. Скажи, пожалуйста, что ты им пообещала, как ты их уговорила? Сокровища императора. То есть они, наверное, существуют? У тебя есть сомнения? Тут написано, что ТРТ промо идет, конечно, существуют. Какие сокровища императора могут сравниться с богатствами Филиппом? Филипп сам выглядит сегодня как сокровища императора. Он не мог поехать просто так. Должна была быть какая-то мулька. Что-то должно было быть, чтобы все эти люди сорвались, бросились в свои привычные дела, бросились все, чем они занимаются и оказались в Китае. Все-таки что ли, как кроссики? Но кто-то кроме нас с того, Кита, предлагал Киркору пересесть с Майкл в метро. То есть из такого предложения он ему не подказался. Дорогие друзья, Киркоров с Гусем. Киркоров в метро. Наши участники, которые просят милостыню, катаются в китайском транспорте. И просто заполонили весь китайский тик-ток. Мне в Китай звонили русские ребята, кто в Китае, учатся говорят, что здесь происходит. Это было настоящее помешательство. А происходило очень простое. Происходило то, что называется невероятным русским словом «дружба». Вот командный дух этого реалити за пределами нашей страны, где нас не все знают. Да, знают большую Россию. Но пока еще не знают наших звезд. Не знают, как мы их любим. Не знают, как мы за них болеем. Китайская сторона, которая нас принимала, столкнулась с тем, что вот русская команда по-настоящему знает, что такое один за всех и все за одного. И так как многие ребята, участвующие в этом шоу, основным условием было найти себе пару товарищей, то, что называется парковым траммом. Тот, кто тебя бы поддержал в самую трудную минуту, нашли новых друзей. Это шоу круто еще и тем, что звезды обрели в лице своих партнеров новых товарищей. Отмечали праздники, отмечали дни рождения. Проводили замечательное время, снимаясь в очень сложных условиях. И, конечно, всего этого не произошло бы, если бы не два человека на проекте. Это, конечно, те, кто всех принимают. Тех, кто всех встречают. Тех, кого знает вся страна. Тех, которые встречали и провожали звезды в Африке и не побоялись бросить вызов Китаю. Ольга Пузова. Единственная, неповторимая и несравненная, мой любимый, сегодня заболевший, но плюнувший на свое здоровье ради вас, Михаил Таустян. Прошу вас, ребята, на сцену. Лидом добавил, добавил здесь и мне говорит, в Китае их называли Чун-ли и Мяу-сан. А кого из них называли Чун-ли, а кого называли Мяу-сан? Ольга Чун-ли. Ее знают здесь в Китае как Чун-ли, а Михаил как Мяу-сана. Мяу-сан и Чун-ли. Прошу вас на эту сцену. Абсолютно идентичный такой парный выход, наряд, как всегда самый модный. Мне всегда поражают ваши наряды в Африке и теперь уже в Китае. Ты, я думаю, ты их одеваешь. Оказывается, нет у них общий стилист. Это ты и я. Это я и ты. Я не знала, зачем тогда вообще мне нужны стилисты, если бы мы с тобой так умеем надевать людей. Ольга Кузова, Михаил Мау-сан. Я решусь, Михаил, я не твоя первая микрофона, потому что ты потом все равно никому микрофон не отдашь, Ольга. Добрый вечер, здравствуйте. Поаплодируйте себе праздник, спасибо, что вы пришли. Вы уже избраны, вы попали на премьеру этого замечательного реального шоу. Обычно на премьерах благодаря, кто и поздравляет, режиссеров, продюсеров, я бы хотел поблагодарить участников. Вы не представляете, каких тяжелых они были условиях. Им было очень непросто. Ребята, спасибо вам большое. Но он скрипт делаете вы. Если не болеешь за участника, то смотреть любой реалити-шоу бессмысленно. За вами интересно было наблюдать. Я вас поздравляю. Спасибо. Если честно, я очень волнуюсь, а волноваться это нормально, когда мы представляем большой командой проект, на котором работало огромное количество людей в кадре и за кадром. Вы видите уже итог. А для того, чтобы это увидеть, помимо того, чтобы включить ТНТ 10 в 19.00, нужно еще было нам все это придумать, реализовать, снять и смонтировать. Работал с этим человеком, вы понимаете, да? Подожди, вот я могу еще... Если что, мне не проблема и в этот микрофон сказать. Если что, не проблема и без микрофона говорить. Потому что у меня есть голос, напоминаю... У меня только один вопрос. Это нормально так много говорить на сцене? Завтра в 17.00 на телеканале ТНТ программа с Дмитрием Дебровым и Ольгой Бузовым. Не пропустите. Спасибо большое. И хочется просто, чтобы вы реально сегодня получили удовольствие и кайфанули. Это про людей. Мы любим людей. Я люблю людей. И люди, которые рядом со мной находятся, они тоже их любят. Больше нет я. Есть только... Есть только я, ты и мы. Ольга, большое спасибо. Большое спасибо. Ничего не забудьте. А я хочу сказать тебе спасибо. Такой выдержке не обладали даже мои бывшие. Это фантастический партнер, потрясающий комик. Но самое главное, что он человек. Остановитесь, Бузова. Остановитесь, Бузова. Потому что мы тоже работали в команде. Всегда друг у друга на постраховке. Я тебя очень люблю. Я это говорю, чтобы ты мне в ответ тоже сказал. Я тебя очень люблю. Олечка, я тоже себя люблю. А я больше всех люблю, жену Михаила Гаустяна. Поаплодируем этой великой женщине, которая терпит это все. Ждет тебя из всех командировок. И всегда готова дождаться тебя со всех месячных командировок, куда мы тебя отправляем. Спасибо твоей семье за то, что она нам тебя, Мишенька, доверила. Дорогие друзья, ну и чтобы закончить нашу сегодняшнюю сценическую часть, большое спасибо Александру Александровичу Жарову, главе «Газпром-медиа», который верит в таких сумасшедших людей, как мы. Спасибо моему и любимому короля российской эстрады до невероятной королевы российского интернета Маши Минагаровой. Всех прошу на эту сцену. Общая фотография и начинаем шоу. Пока идут звезды, я хочу сказать свое личное спасибо. Хочу сказать, что проект сложный. Если бы 9 месяцев назад мне сказали, что мы будем стоять тут, я бы покрутила пальцем у виска. Не то, чтобы я не верила в этот проект, еще как верила, но иногда было сложно. Я хочу сказать личное спасибо Тине и Аркадию Водахову за то, что они верили в меня больше, чем я сама. Огромное спасибо. И огромное спасибо всей команде. Это было сложное, невероятное, но классное приключение. Дорогие друзья, общая фотография. Ершов, молодец. Я не специально. Спасибо большое всем. Филипп, ну первое, пожалуйста, двух словах, завершая нашу сценическую часть. Твои ощущения? Все смотрят промо, где ты носятся с гусем. Коротко даже, можно без подготовки. Как гуси? Скажи, за свою жизнь ты когда-нибудь держал в руках гусей? Гусей, душил, нет, не держал. Хотя, нет, нет, держал. В болгарском моем детстве, в Варне, в городе Варне, где я вырос, у нас были гуси, петушки маленькие, свинки. Короче, у нас были животные, но я их обходил стороной, потому что они все время пытались укусить. А еще важный вопрос, что всех будет волновать. Вот за всю свою сценическую карьеру ты с детства зарабатываешь деньги. Ты очень рано начал зарабатывать деньги. Вопрос к тебе, вот всем интересно. Каково, будучи Филиппом Киркоровым, просить милостыню и китайцев? Как это вообще, когда ты у кого-то просишь деньги? Ты знаешь, я до сих пор прошу деньги, особенно после последних событий. Но я хочу сказать по-другому. Я готовился к этому вечеру, как на Оскар. Знаете, выходит и готовит какую-то речь, чтобы от волнения не забыть. Я себе сделал маленькую такую цитатку, которую хотел бы просто зачитать. Уж простите меня, потому что, наверное, это относится к каждому из нас, кто был в этом шоу. В этом реалити нет я, есть мы. Быть командой, это не значит быть вместе, это значит действовать как команда. И поверьте, невозможно создать команду, не сняв короны. Банду можно, команду нет.